добрый день меня зовут татьяна кузнецова я сейчас запишу видео инструкцию по подаче на визу 600 сразу небольшой дисклеймер я не являюсь миграционным агентом и то что я сейчас это так сказать я делюсь своим опытом подачи на визу если совсем недавно подавалась своим родителям и слава богу они уже получили визы я знаю что сейчас многие сталкиваются с этим поэтому я надеюсь что это видео облегчит вам жизнь итак поехали для того чтобы податься на любую визу в австралию вам нужно сделать небольшую подготовительную работу в частности создать имя аккаунт личный кабинет вы можете просто ввести в google и имя аккаунт либо вот посмотрите видите как у меня онлайн точка имя точка граф точка у поехали я предварительно здесь кое-что запомнила но давайте пройдемся вместе по этим полям так первая галочка которая здесь ставлю это индивиду то есть я подаю за индивиду я индивид а не организация дальше family name это ваша фамилия например я написала воли given names это маша петя вася да любое полное имя важно как паспорте да например меня зовут татьяна и я пишу там везде не знаю в соцсетях татьяна да но в паспорте украинском у меня написано татьяна татьяна вот нужно взять так как загран паспорт так телефонный номер со всеми кодами я пишу 0 0 плюсик почему-то не пропускает система потом код украины 38 там 067 и так далее и так далее там вот любой телефонный номер видите там где звездочка это значит обязательные поля то что вам нужно заполнять звездочки это не обязательно заполнять если хотите вы можете копировать например поставить тот же номер телефона как хотите какой номер вам важен такой и ставьте email адрес и идем дальше следующее это пароль нужно выбрать и запомнить сохранить себе где-то зарубить на носу какой-то пароль он должен у нас содержать нижний регистр маленькие буквочки какую-то большую капитала за главную букву потом какую-то цифру от 1 до 9 и какой-то специальный знак вот из этих так ну например что мы сделаем эти сделать большие буквы free ukraine я напишу 20 22 и восклицательный знак таким образом есть вполне все вот из этих критерий ну вы методом проб и ошибок если не с первого раза в общем нужно все исполнить так как может дуна печь давайте еще вы по моему можете это перемотать ребята пока я подбираю пароль так идем дальше специальные вопросы какие-то такие на которые можете ответить только вы выбираете из этого списка что-то ну например where were you born где вы родились родилась в Киеве дальше вопрос номер два у меня нету но я напишу тайтаник так будет легко важно чтобы потом не забыть какое любимое кино это плохой на самом деле вариант хорошо ну естественно мы соглашаемся я не робот и делаем submit я не хочу сохранять потому что понятно тренировочное дело я теперь вхожу в этот аккаунт вот она видите беленькая чистенькая здесь пока ничего нету и что мы с делаем мы нажимаем на вот эту иконку new application новое заявление новая заявка есть мы идем и выбираем это это визитерская виза номер 600 так опять я соглашаюсь со всеми terms and conditions так и теперь вам нужно понимать что вы подаетесь за свою родню то есть подача это идет от лица аппликанта от лица того кому эта виза адресован то есть например вы как и я например дети ваши родители где-то там в Украине может быть такая ситуация то есть все сейчас будет про соответственно ваших родителей потом дойдем еще в специальной форме там где можно поручителем сделать кого-то но вы должны помнить что вот это вот заявление идет от лица того человека кому адресована будет виза хорошо если вы заполните из-за детей кстати тоже за мужей за кого угодно то есть от их лица хорошо где вы находитесь я пишу я пишу outside за пределами да он за пределами мы будем как будто бы мы в Украине current location выбираем Украину так ребята я сразу хочу сказать что я хоть и сделала это достаточно недавно но я эти заявления не делаю каждый день поэтому если я иногда буду где-то что-то зачитывать и вычитывать еще раз то вы уж меня простите ну допустим мы citizen а мы граждане Украины поэтому я выбираю здесь citizen дальше мы выбираем стрим по которому мы идем туризм обычный самая простая виза никакого спонсорства да то есть если даже у вас есть родственники в Австралии выбирайте самый простой это туризм да туризм дальше причина по которой мы едем ну можно выбрать туризм можно выбрать other на самом деле здесь такое и вот здесь вот в каких-то там details у нас есть шанс написать что мы пишем exemption или да то есть исключением мы пишем что мы хотим submission for exception вот что мы хотим попросить ослабые условия дальше если вы подаете сразу на несколько людей например это семья да мама папа дети или там это бабушка и еще родители ну да если это группа давайте сейчас вот этот вариант попробуем пройти вот тогда вам нужно поставить здесь галочку yes да если вы подаете как группа более сложный не намного но чуть чуть более сложный вариант так select group была ли уже создана группа нет не была у нас совершенно свежий то есть поэтому но для этого мне нужно будет создать эту новую группу я ей даю какое-то имя ну например моя фамилия воля я ее собираюсь вот внести так что это за например пусть это будет так confirm подтверждаем идем вниз страницы так здесь мы выбираем вот эту группу здесь здесь у нас группа уже создана group name это вот это вот воля confirm поехали дальше так так нет мы не являемся там представителями каких-то там там соединенных наций объединенных так у нас раньше не было визы которые там с ковидом связаны и так далее поэтому нет нет два раза дальше ну собственно личная информация опять до этого мы вводили вот эти вот имя и фамилию потому что это было создание профиля имя и аккаунт а сейчас мы собственно начали подачу на визу поэтому я опять ввожу фамилия и имя пол female дата рождения пусть будет любая дата рождения да таким вот образом да именно в таком формате надо вводить но вы посмотрите если вас не пропустят будет выбирать формат теперь номер паспорта так как у вас написано там без пробелов без всего на свете без чего бы то ни было еще так вот дальше страна опять украину выбираем так национальность снова украина потому что да у людей бывает несколько паспортов несколько гражданств да в нашем случае все достаточно прямолинейно так когда был выдан паспорт ну не знаю что свободно это может быть будем сейчас expiry это когда он истекает обычно выглядит вот так то же самое плюс еще 10 лет place of issue или issuing authority обычно ну в нашем случае это какие-то четыре циферки там восемь десять два вот что-то подобное ну что does the applicant have a national identity card у нас такого нет какие-то там pacific australia card тоже у нас такого нет дальше что мы видим место рождения в моем случае это киев здесь вроде как не требуемое поле но я ввиду тоже киев пускай так будет и страна опять украина так relationship status это значит вы замужем не замужем там де-факто это гражданский брак это если вы не расписаны divorced это если вы разведены engaged если вы помолвлены married женаты never married никогда не был женат замужем separated это если вы разошлись но пока не развелись и without вдова вдовец ну давайте например выберем де-факто вариант не совсем традиционный поэтому мы отработаем на более сложные вещи так идем дальше ну допустим у нас была фамилия какая-то улак given names то же самое малия reasons for change ну например marriage есть конечно всякие другие тут варианты но мне кажется что это вероятный дальше is the applicant citizen of selected country являетесь ли вы гражданином вот той страны что выбрали Украины да являемся являетесь ли вы гражданином какой-либо другой страны нет не являемся только Украина ой я кажется не выключила так если будет что-то тут смыкаться да то так previous travel to Australia бывали ли вы раньше в Австралии если вы никогда не бывали не подавались на визу вам не было отказа на визе и так далее естественно везде ставим нет я на всякий случай да про работаю вариант потому что он более сложный надо нужно будет погружать что-то подавался ли аппликант на визу да подавался допустим хотя скорее всего нет и нет здесь будет но тем не менее если вы подавались если вы там да знаете ли вы помните ли вы этот номер ну на самом деле сейчас такая ситуация что скорее всего нет даже если у вас и было это где-то сохранено для этого добраться может быть сложно поэтому пусть будет нет other passports and documents for travel does the applicant have any other passports но обычно у нас у всех по одному паспорту поэтому я здесь поставлю нет что у нас нет другого паспорта то есть проходили ли вы медкомиссию именно для Австралии то есть всякие там не знаю в Украине медицинские комиссии они другие вот именно на визу в Австралию проходили ли вы медкомиссию в последние 12 месяцев я ставлю нет потому что скорее всего у вас такая ситуация дальше в общем эта страничка нас просит просмотреть еще раз и убедиться что все правильно смотрим так вот наше имя фамилия номер паспорта проверяем очень внимательно все ли правильно да правильно идем дальше дальше ту 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 с кем вы путешествуете да кто с вами будет вместе are there any other persons traveling with applicant допустим вы едете с семьей да поэтому я напишу yes add добавляем соответственно этого человека сначала как он кто кем он приходится вам как кто он для вас ну например пусть это будет муж да например муж это у нас spouse вот либо spouse либо defector partner да то есть либо да официальный либо гражданский family name как мы его назовем как мы его назовем как мы его назовем грим given name Василь и он будет male и дату рождения мы ему сделаем 31 марта марта 1975 года например хорошо давайте добавим детей еще да потому что может вполне у нас полный имена то есть не коля а например мы кола как у нас мы кола а sorry sorry я перепутала видите нужно видите нужно given name confirm ну и все пусть будет так да проработали два варианта муж и сын допустим так теперь мы соответственно заполняем что это такое country of residence где вы обычно живете мы тоже Украину выбираем да тоже Украина дальше это такой вопрос на самом деле в текущих обстоятельствах вообще не имеющий абсолютно никакого значения если вдруг будет какой-то сложный кейс у вас и вам нужно будет поехать куда-то на личное интервью то какой офис вы предпочитаете ну тут от фонаря можно выбрать все что угодно ну допустим мы выберем там вот Republic of Turkey да в нашу родную Турцию нам легко было бы съездить из Украины дальше адрес проживания residential address опять Украина да вот она собственно адрес как мы заполняем адрес сначала мы пишем номер дома например 45 да у нас будет дом номер 45 а улице какой Турцию Пинс стрит АПТ апартмент 34 вот так вот должен выглядеть адрес если у вас проспект то это будет Avenue АВ если у вас что там какой-то проезд там что-то еще там можно например Lane LN ну вот да что-то такое менее привычные вещи там так вот на самом деле да никто не будет вам там письма особо писать поэтому если вы напишите немного не то и не так то ничего страшного Suburb Town ну пусть будет Киев опять может быть любой другой хотя нет давайте наверное проработаем вариант не просто города а какое-то село или что-то да более сложное ну что это например там какой-то Ивановка State стоп а мы выбрали с вами здесь видите чем я промахнулась Арабские Эмирации у нас Украина вот соответственно о это уже понятнее да ну например пусть будет Киевская область да Ивановка посткод ну любой я не знаю какой в Ивановке код честно поэтому я напишу какие-то цифры вот дальше ну я здесь честно говоря нигде не вижу звездочек поэтому я сейчас заполню только мобильный телефон опять таки в таком же формате 0038 код Украины какой-то мобильный номер там 63 и там дум 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 я не смотрела сколько цифр я вводила но вы введете свой телефон правильно дальше postal address почтовый адрес совпадает с ли вашим адресом проживания совпадает да у нас нету там миллион домов квартир поэтому опять таки вряд ли вам кто-то писать будет письма вся коммуникация будет вот так вот через тот имейл который вы дали то есть все онлайн дальше authorized recipient вот это важно если вы подаетесь за свою семью в Украине а вы находитесь в Австралии то есть если вы хотите иметь возможность получать корреспонденцию иметь возможность обсуждать по телефону с вот этим департаментом миграции какие-то вопросы касательно вот этой визы есть там какие-то заминки или еще что-то то вы должны себя здесь поставить как авторизованное лицо вот поэтому поэтому мы здесь делаем yes another person то есть мы не миграционный агент мы не какой-то там юрист да мы просто another person так ну кто это пусть у нас будет опять воля это будет given name боже мой имена вита country ну например да вот тот вариант который мы находимся в Австралии адрес какой-то там 34 hill road мод мод state province south australia postcode 51 99 по-моему как по памяти в модбуре кажется такой год дальше мобильный телефон оставим 04 дальше next нажимаем чего-то тут не хватает давайте посмотрим что мы забыли мы забыли email конечно нам же нужно оставить второй email мы сказали что это вита воля это может быть не обязательно Gmail да там Hotmail Outlook все что угодно дальше next так что здесь у нас если какие-то члены семьи остаются дома то что это за члены семьи да в обычной ситуации как я понимаю это было важно нужно было показать вот эту вот привязку к родине да что вы едете всего лишь как турист на визитерскую визу и вы обязательно вернетесь да в нашей ситуации да чтобы не тратить уже время я думаю что вы поняли алгоритм я не буду уже ничего да здесь писать does the applicant have any members of their family not traveling нет чтобы меньше было его заполнять дальше entry to Australia въезд в Австралию мы выбираем на три месяца так does the applicant intend to end to Australia on more than one occasion давайте поставим да да occasion три месяца выбираем дальше ну давайте поставим примерно середину марта да там 10 марта 2022 у нас на дворе год и сколько мы хотим быть ну мы пишем да что это будет действительно три месяца там мая 22 да автоматически выдаются эти визы на три месяца и потом пролонгируются does the applicant know the dates of entry of education нет мы не знаем точно да give reasons no and too flexible да мы не знаем дат нам не очень принципиально в какие-то определенные этапы приехать will the applicant undertake a course of the будем ли мы учиться нет мы не собираемся учиться will the applicant visit relatives, friends or contacts будете ли вы посещать друзей, родственников и так далее если у вас есть кто-то в Австралии вы пишите да если у вас никого нет в Австралии вы пишите нет давайте проработаем хотя нет мы не будем прорабатывать потому что там опять нужно будет вносить этих родственников но вы видели алгоритм как вносить поэтому мы идем ой я ничего не выбрала поэтому я напишу нет и говорю next дальше current employment details что у вас с работой сейчас в текущей обстановке опять-таки я скажу это не принципиально да если раньше вам нужно было показать что у вас есть стабильная работа у вас хорошая зарплата и так далее и так далее то сейчас это не принципиально но я могу написать да employed выбрать примерно да тип своей работы организацию там ЛТД когда мы начали работать на этом рабочем месте January 2019 к примеру страна Украина так 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 да вот она адрес и пусть будет Житомир по-другому сделаем напишем здесь вот Житомирская область Житомир так что вы код не представляю честно говоря опять пишу так просто business phone опять 00 386 дальше email адрес нужно написать какой-то в обычной ситуации проверялось бы у работодателя действительно ли вы работаете и так далее сейчас не слишком важно дальше деньги опять таки это категория которая в обычном жизненном ходу имела бы какое-то значение сейчас не особо например мы можем написать self-funded чтобы не предоставлять еще отдельные детали какие-то отдельные данные про какого-то человека который нам делает спонсорство мы напишем что это наши деньги self-funded здесь можно написать например I have 10 тысяч долларов USD next можно этого всего не писать да можно не писать дальше следующая секция это про наше здоровье что мы здоровы но все хорошо а нет еще нет in the last five years да за последние пять лет has the applicant visited or lived outside their country of passport за прошедшие пять лет жили ли вы в какой-то стране больше чем три месяца к ряду я напишу я напишу нет потому что отпуски всякие на две недели это не читается здесь именно имеется ввиду три месяца подряд если да то тогда нужно было бы обычно предоставлять какие-то там police certificate справки о несудимости в тех местах но мы напишем нет дальше мы не намереваемся работать в больнице мы не намереваемся быть врачами или учиться на врачей has any applicant ever had no у нас не было туберкулеза у нас не было там каких-то осложнений с легкими и так далее дальше определенные болезни да если у вас там какой-то рак или сумасшествие или спид или еще что-то мы пишем нет require assistance может ли человек передвигаться самостоятельно точнее так вопрос здесь сформулирован так извините я буду максимально четко требуется ли помощь в передвижении или в обслуживании в заботе из-за медицинского состояния этого человека я пишу нет да обычно все таки у нас так в большинстве если дальше это то что касается судимости не привлекался не ну так у нас ой извините если если у вас не было никаких там судов никаких обвинений никаких преследований никаких терроризмов ничего да я здесь везде расставляю нет вот не так не сяк не это да не интерпол никого не сего вот везде я ставлю нет дальше виза history мы указали как более сложный случай что мы куда-то путешествуем в Австралию если у вас есть виза в Австралию или в любую другую страну вы ставите да если у вас нет этой визы я ставлю нет предварительно в начале этого заявления что мы уже бывали в Австралии поэтому здесь я бы написала да и я бы продолжала но там нужно вводить даты посещения поэтому сейчас начну нет has the applicant ever had a visa for Australia or any other country refused or cancelled были ли когда-то отмены или отказы в визе да отзыв в визе я напишу тоже нет так следующее это декларация о том что мы говорим про себя правду что мы не дали никаких фальшивых фальсифицированных сведений и так далее я подтверждаю да я декларирую что я прочитал и понял все что вот это вот здесь было да я предоставил везде правдивую честную про себя информацию я понимаю что если я что-то совру то это будет плохо и меня накажут я не собираюсь учиться я не собираюсь оставаться да вы пишете здесь про вот это вот пятьдесят восемьдесят пять ноль три условия да вот это вот что если у вас будет визе это условие значит что вы после истечения визы не имеете права остаться в Австралии но сейчас выдают визы без этого условия поэтому мы здесь пишем да дальше в общем не до конца страницы мы представляем я все понимаю я честный человек next так итак вот нам присвоен какой-то там номер специальный так так ну в общем да это собственно обзор summary такое нужно все это просмотреть что все действительно так вот все что мы с вами там написали что все это действительно так и в конце нажать опять таки на кнопку next дальше следующий этап это прикрепить документы сопроводительные документы вот уже присвоенный номер вот этому заявлению но а мы еще не сделали подачу пока мы не подбались на визу то есть если вы просто закончили эту анкету это не значит что вы еще подались на визу вам нужно прикрепить документы вот у нас здесь есть две секции required это обязательные документы и recommended рекомендуемые документы required это фотография фотография разрешения там пять на шесть это вот так вот голова и даже если у вас сейчас не получится снять именно где-то фотомастерской вы можете сделать просто постараться максимально качественно на телефон это сделать на однородном фоне там на какой-то белой серой стене да вот так вот попробовать это сделать вот вы нажимаете на плюсик вы делаете choose files ну и где-то там да вы что-то прикрепляете попробуйте так сделать дальше travel documents следующая категория это ваш паспорт загранпаспорт это первая страница да вот там где фотография многие люди задаются вопросом а что если у меня стек да старый загранпаспорт я думаю что надо пробовать опять-таки ребята это мое личное мнение я не миграционный агент я не знаю как получится не получится сложится не сложится я не знаю как это пройдет но я думаю что пробовать по-любому надо потому что все таки даже если истекший этот паспорт но это все-таки документ удостоверяющий вашу личность и следующее обязательное в нашем случае вот эта вот форма 556а это если вы привлекаете вы заполняете заявление на кого-то другого так как например я из Австралии заполнила бы для моих родителей в Украине или там жена заполняет за мужа там кто-то говорит по-английски лучше кто-то хуже в общем да если кто-то за кого-то заявляет то нужно заполнить еще вот эту форму 956а она есть на сайте Home Affairs ее легко скачать заполнить она там буквально одну или две страницы то есть я такой-то такой-то даю право за меня получать информацию отвечать на телефонные звонки включать там переписки и так далее и так далее мы считаем вот в этом видео я не буду заполнять отдельно эту форму вы ее заполняете отдельно сохраняете ее по PDF файл потом опять выбираете этот файл и где-то там в компьютере у тебя находите вот остальное все вот это вот давайте пройдемся что может быть например мы говорили что мы меняли фамилию с девичьей на актуальную сейчас вот здесь нам нужно подгрузить свидетельство о браке соответственно состав семьи ну я не знаю вы можете подгружать свидетельство о рождении вы можете подгружать если например да едет там несколько поколений бабушка то есть чтобы показать вот эту вот связь то нужно свидетельство о браке свидетельство о рождении чтобы у всех там разные фамилии то есть показать все вот это дело то есть сюда вы вот эти вот документы и подгружаете. Дальше, ну, вряд ли, да, вы будете там какие-то рекламные брошюрки про туризм сейчас прикреплять, поэтому идем дальше. Evidence of financial status. Обычно это были бы выписки из банков, где видна сумма денег у вас на счету. Если сейчас вы не можете этого сделать, предоставить вот эти вот, да, мы понимаем, что у всех прячут в кармане, то ничего страшного. Если вы хотите вот прям вот подстраховаться, то можно сделать таким образом, да, если у вас там была стабильная зарплата, вы можете сделать выписку про поступление вот этой зарплаты. Вот в сентябре приходят, вот в октябре, вот в ноябре и так далее. То есть видно, что вы нормальный человек, у вас есть деньги, они к вам регулярно приходят. Вот, можете прикрепить такую выписку на предыдущих каких-то периодах. Дальше, рабочий контракт, да, какой-то или сертификат про индивидуальный, это ФОП, предпринимательство, если вы самозанятый человек, самозанятый человек, так, вряд ли мы будем какие-то маршруты прикреплять. Exceptional reasons. Вы можете написать письмо, да, если опять-таки хотите перестраховаться. Это рекомендованный, это необязательный документ. Сейчас в Австралию визы даются всем украинцам очень быстро, и никто не смотрит на эти документы. Если вы хотите еще раз перестраховаться, вы можете прямо в ордене писать письмо, описать всю свою ситуацию, всю свою историю, я такой-то, такой-то. Например, там, я мужчина должен был оставаться отдельно в Украине по обязательным этим маршруту по воинскому закону военного времени, да, поэтому, вот, мои жена и дети поедут сейчас, я пойду потом. В общем-то, если вы хотите, вы можете приложить сюда вот этот документ. Хорошо. Вот, прикрепляете все это дело и нажимаете дальше next, и следующий пункт, это будет оплата. Ну, в данном видео я не буду проводить оплату, да, потому что это все-таки деньги. Это 145 австралийских долларов. Вот, можно заплатить с любой карточки, там Visa, MasterCard. Ну, я думаю, что дальше там уже буквально остался один шаг. Вот, я желаю вам всем, чтобы у вас получилось все это. Под этим видео на канале вы можете оставлять вопросы. Я постараюсь пригласить миграционных агентов, чтобы они отвечали на эти вопросы, потому что я вообще-то не имею права что-либо советовать. Поэтому все рекомендации, советы и так далее, пожалуйста, не воспринимайте их как прямо руководство к действию, да, по австралийским законам я не сильно имею право такое делать. Вот, но я надеюсь, что вам поможет это видео. И еще раз мира, добра вам всем. Счастливо, до свидания.